МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простите меня мою нескромность, но я уже давно имею право разрушать стереотипы. К этому надо прийти. Так вот, каждый нормальный специалист, не важно где, хочет разрушать стереотипы. Я таки сегодня разрушу парочку стереотипов. При этом, конечно, я не буду разрушать сознание моей ученицы Елены. Здравствуйте. Я надеюсь, что и ваше сознание сегодня не пострадает. Хотя оно изменится наверняка в лучшую сторону, как обычно в нашей программе. Ну вот, настройтесь на лучшее. Вам сейчас будет плохо, на самом деле, когда вы услышите тот рецепт, говорю, почтет Елена. Я даже знаю, почему плохо. И вы сами мне сейчас это скажете. Вам будет весело, потому что готовим мы сегодня суп из пророщенного гороха. Вам понадобится пророщенный горох, картофель, рис, репчатый лук, растительное масло, апельсиновый сок, тмин, зелень и черный перец по вкусу. В разогретое масло положить нарезанный кубиками лук, пассеровать до прозрачности. Добавить нарезанный кубиками картофель и все остальные ингредиенты, кроме апельсинового сока. Довести до кипения и варить на медленном огне около часа до готовности риса и гороха. По мере необходимости можно подлить воды. За пять минут до готовности влить сок, перемешать и посыпать зеленью. Ну вот скажите, Лена, что вас шокировало сейчас, наверное, в этом рецепте? Пророщенный горох. И все? Я, кстати, не этого ждал. И апельсиновый сок. Апельсиновый сок шокирует, да. Пророщенный горох – это нормальная история. Это смешно. Полезная вещь. Пророщенный горох. Мы будем пользоваться сегодня турецким или испанским горохом. Его еще называют нут у нас в Средней Азии. Апельсиновый сок. Кажется, что этот парень вообще повернулся, наверное, да? Ну, погодите, вам придется Лене поверить в том, что это будет нормально. А вы уже поверите сами себе, когда осмелитесь приготовить это самостоятельно на своей собственной кухне. Ну что ж, Лена, тогда вы, как нормальная хозяйка, берете авоську, да, и, значит, принесете нам какие-то продукты, я даже не знаю, какие. Вы пока, опять же, подготовьте химические карандаши, ручки и логарифмические линейки. Странный какой-то горох. Еще и апельсиновый сок в этот суп. Интересный, конечно. Горох такой забавный. Давайте рассмотрим. Знаете, на горох как-то совсем мы не похожи вообще. Давайте его рассмотрим. Видите, какой он пророс. Этот горох пророс, да, пророскивает. Вы знаете, все вот эти пророщенные вещи, они полезны. Даже если не знать каких-то деталей, видите, их так просто есть, вкусно очень. Потому что пророщенный горох – это хороший ингредиент еще и для свежих салатов. Вот так вот готовый салат посыпать вот такими пророщенными. Вкусный, приятный, свежий такой вкус. Даже если не знать, в чем там дело, вы поймите, что это какая-то вот зарождающаяся жизнь, по сути. Это горох, который пророс, чтобы из него выросло растение. Поэтому сейчас… Губить это на корню прямо сейчас. Нет, ну это не жестоко, губить это на корню. Сейчас в этом горохе собрано очень много, такая ударная доза витаминов и полезностей, веществ, чтобы, так сказать, взлететь, чтобы взорваться, чтобы дать вот этот им плюс жизни. Поэтому все вот такие пророщенные семечки, если их можно есть вообще, так сказать, в принципе, это очень полезная штука. Мы немножко эту полезность сейчас принизим, потому что мы сварим этот горох, но тем не менее, все равно это будет функционально и полезно. Но он как-то совсем, во-первых, не похож на горох, на какой-то привычный нам. Хотя тот горох не прорастет, который привычный нам. Он высушен уже, и там убита, так сказать, жизнь. А этот может прорастать, потому что в нем еще, так сказать, не убиты потенциалы всякие. Это чекпиз, это такой, хотя по-английски сейчас сказал чекпиз, то есть это горох щечки. Потому что если посмотреть на эту горошинку, она такая, как карапуз такой, маленький такой ребенок, знаете, такие жирненькие, упитанные. У него щеки вот так вот торчат, знаете, у детей бывает, за пределы, так сказать, головы. Может, этот горох напоминает такого упитанного ребенка, потому что у него щечки, в общем, есть. Ну вот. То есть обычный горох, если мы купим, мы не сварим гороховый суп вот такой. Такой не сварим. А вот так вот вы его смело едите, причем уже в большом. Я, конечно, за вами не считаю, не подумайте. Я его люблю очень, он мне вкует, мне он нравится по вкусу. То есть можно вот покупать, и как орешки, и вот так вот хрупко. Да, потому что он, бывает, продается пророщенным, а если нет, можно такой горох купить нетрудно на рынке, в магазине турецкий, этот горох нут. Если его полить водой, подержать его ночью в воде, потом воду слить оставшуюся, он набухнет. Если его выложить на мокрую тряпку и закрыть мокрой тряпкой, вот такой набухший, вот прорастает элементарно. И потом вот так едим при горшине, мы чувствуем себя замечательным, судя по всему. Ну давайте к делу теперь, мы разогрелись немножко с Леной сейчас, теоретически-то сказать. Час будем варить суп, у нас времени много, мы никуда не торопимся. И вот час надо будет варить, да, на самом деле? А мы будем варить, как сварится, его уже можно есть. Если его можно есть сырым, значит, его можно есть уже после 10 минут варки, после 5 минут варки, можно вместо варки есть. Давайте будем заниматься луком. Луком. У меня есть красный лук. Давайте обычный лук. Обычный репчатый лук. Я возьму на тебя лук. А я картошку. А выли на картошку, да, как раз у нас такое разделение. Лук это мужской, овощ, картошка женский. Парочку хватит? Да. Посмотрел, так оценил. Почему выли на не спрашиваете? А я вот смотрю, просто подглядываю в шпаргалку и смотрю, может, для этого супа мы, например, не берем морковь совсем. Хотите, давайте возьмем. То есть можно и морковь. Она не помешает здесь, да. А рис мы зачем сюда берем? Ну, рис нам немножко нужен для того, знаете, это такая идея вообще-то, знаете, откуда она пришла? Я имею в виду просто как концепция, наверное, из Италии, потому что в Италии варят супы, куда добавляют несколько видов бобовых. Фасоль, чечевицу, например, даже рис там может быть в этой компании, хотя рис не бобовая культура. Вот. И мы поэтому сегодня здесь тоже положим две культуры. Одна будет наш уже рассмотренный и изученный горох, а вторая будет рис. А почему так у нас сочетание используется? Ну, для того, чтобы... Вы знаете, что я уверен, что это все идет от времен старых, когда надо было готовить какую-то такую обильную, сытную еду, комплексную еду. Как бы и первая, как мы говорим, и вторая в одной тарелке. Поэтому возникают вот такие вот идеи комбинировать такие вот немножко углеводные продукты, скажем, в суп. Картошка. Я сейчас, кстати, возьму рис на себя. Мы немножко последовательно сменим. Очевидно, что надо пока... И будем делать не так, как написано. Ну, немножко не так. Любит мастер нарушать свои же собственные законы. Разрушаем стереотипы, да. Так, кубиками нарезанный картофель. Очень такой здоровый продукт в супе. Заметьте, что мы здесь не пользуемся никакими бульонами, да? Мы варим суп на воде. Гороховый бульон у нас будет? Ну, нет, это будет суп на воде. Поэтому такой... Обычно горуховый суп делают на копченостях. Иначе, говорят, он вообще смысла не имеет делать горуховый суп. Я вот как раз, знаете, лучше тогда уже деготь попить просто, знаете. Взять деготь и попить. Ну, это, конечно, не совсем здорово, потому что, смотрите, ну... Вообще копченость не совсем хорошо, вот. Я как раз хочу вам сейчас рассказать правду о копченостях. Сага о копченостях. Что вы так мелко режете картошку? Кубиками я режу. Вот только мастер, понимаешь, решил что-то умное рассказать людям, и только он потерял контроль над доской. Ну, что это? Это что, рис? Нет. Картошка. Это почему вот так нормально мне? Нет, когда мне будет 90 лет, я буду просить, чтобы мне так резали картошку, потому что у меня с зубами уже будет плохо. Я не доживу до того момента, когда вам будет 90 лет. Я умру от огорчения раньше. Что это за тяга вот так мельчить с картошкой, не понимаю? Ну-ка, изящно. Я понимаю. У меня тяга к изящу. Я понимаю, Лена, что вы хотите, чтобы, да, чтобы каждая ложка помещалась в рот, содержимые ложки, да? Иначе, если картофель она будет большая, она горячая всегда очень супер, правда? Ее тяжело даже раскусить, но это уж слишком мелко просто, я считаю. Это я из уважения к вам предстоящим сединам. Теперь уже режьте, да, как начали. Ну, да, когда мне будет 90, пожалуйста, не забудьте снова резать так картошку. Меня будут привозить в инвалидные коляски. Так она меня сбила с мысли, я что-то умное хотел сказать. Вы хотели рассказать о копченостях. О копченостях, да. Всю свою страшную правду. Правда о копченостях, товарищи. Сказка детская, 500 рублей. Это правда лежит на поверхности, конечно. Ну, смотрите, копчености, они ведь возникли не из-за того, что человек хотел ощущать вот такой вкус, а потому что человек вдруг увидел, что копчение сохраняет продукт. Это способ консервации. То есть копчение все – это консервы, ребята. Только они не в железной банке и не в стеклянной. А на каком-то этапе, когда человек начал коптить продукты, повторяю, чтобы их сохранить подольше. На каком-то этапе человек к этому вкусу привык, и он ему стал нравиться. Но изначально копчение – это был способ сохранить продукт. Это серьезное вмешательство в продукт копчения. Вы поймите, что… Ну, это дым. Курить же ведь вредно, правда? А мы окуриваем продукты. То есть то, что у курильщика оседает на легких, от чего у него потом бывают проблемы чаще всего, оседает на продукте. И это попадает к нам в желудок. По сути, мы курим желудком. То есть мы курильщики все. Все, кто едим копченую колбасу, копченую ветчину, копченый перец там какой-то, да, даже сейчас такие вещи есть, да. Мы все курим желудком. Хорошо это? Нет. Я, конечно, говорю, что иногда можно съесть немножко чего-то копченого. Но, представляете, мы вот из этого, из копченого продукта еще и суп варим. То есть там эти копченые, этот дым так в супе растворяется. Он так хорошо там растворяется, он так хорошо попадает потом в нас внутрь, через желудок, что я, так сказать, считаю, что вываривание копчености в бульонах – это сомнительная удовольствие. Но будем жить дальше. Я не знаю, как вас, меня убедил полностью, красноречивый абсолютно. Ну, мастер. Рис. Рис. Варится. Рис, сначала варится рис, а потом уже горох. Да, мы кладем, кстати, горох тоже. Мы же гороховый суп-то варим все-таки. Кто так в своей тираде по поводу копченостей? Я увлекся. Да, забыли про гороху. Я когда заведусь, то меня уже остановить тяжело. Да, дорогие хозяева и хозяюшки. Вот, варите, пожалуйста, здоровый гороховый суп. Не забудьте про копчености. Не расстраивайте нашего мастера. Еще я вам хочу сказать, да, что видите, поскольку мы сейчас пришли к выводу, что в этом супе нет ни одного животного продукта, ни копченого продукта, то это исключительно вегетарианское блюдо, поэтому для тех, кто придерживается жесткой вегетарианской диеты, например, этот суп очень даже подходит. Ну, а я... А все-таки некоторые особенности гороха, они как-то потом... Любителей такого супа, наверное, найдется немало. Нет, ну а зачем? Собственно, о чем мы тут скрываем, да? Считается, что горох провоцирует газообразование. У нас, так сказать, внутри, но... Наверное, это так. Но так, наверное, стал говорить тот, у кого очень... Это было индивидуально все. У кого-то да, у кого-то нет, потому что не нужно бояться есть суп перед тем, как вы идете куда-то в общество. В конце концов, можно вести себя прилично и контролировать, так сказать, свои мышцы, правда? Еще один бесценный совет от мастера. Контролируйте свои мышцы. Я тут вот... Да, правильно, немножко растительного маслица. И мы лучок погреем, чуть-чуть жарить не будем. Да, мы к этому привыкли. Мы не будем так злоупотреблять луком. А лука так мало-мало. Мы так привыкли, чтобы лука была... Мы супа немного варим, на самом деле. То есть на вот это количество супа все-таки вот такое, все-таки небольшое. Ну, нет, ну, ребята, Лена, ну зачем там уделять много внимания луку? Можно больше положить. Хотите, можно целую луковицу положить. Лишь бы вам было хорошо. Но вы должны понимать, что лук, он дает определенную сладость блюду. Нам сладости здесь вообще вроде как бояться не надо, потому что у нас будет апельсиновый сок, который кисло-сладкий. Все-таки сладость там есть. Но, тем не менее, вот надо представлять себе, что лук, парадокс, да? Лук дает сладость блюду. Да, он дает сладость блюду, потому что горечь из него выходит. А в луке достаточно много сахаров есть, собственно. Они дают сладость блюду. А апельсиновый сок как? Просто для проформы. Кто придумал вообще в линдиковый гороховый суп апельсиновый сок? Я не знаю, где-то это придумали, потому что это не я придумал, честно вам скажу. Я просто с этим согласился. Потому что у меня есть возможность проверять рецепты, воспроизводить их, проверять, может быть, корректировать, анализировать. Посмотрите на меня, я же чистый анализатор рецептов, понимаете? Не запачканный еще. Поэтому это хорошо, вот я это проверил. Может быть, мне только было хорошо, может, вам будет плохо, но посмотрим. Это вот так вот его до закипания помешивать постоянно? Да нет, это я так просто чем-то заниматься хотя бы. Должен же я. На кухне, да, на кухне вот надо, конечно, пытаться все время что-то делать. Вот так меня учили, скажем, мои учителя. Так вы теперь учите все это ставите? Надо что-то делать, надо постоянно что-то делать. Нечего делать мой стол. Нечего делать там, помою раковину на кухне. Нечего делать протри пол в районе стола там, например. То есть, ну вот, потому что я все время пытаюсь что-то делать. Я беру с вас пример. Так, ну вот у нас уже здесь. Я думаю, что с луком, наверное, заканчивать можно, да, уже? Да, вперед, уже сюда можно его. Все, суп готов, до свидания. И правда туда, что ли? Да. Прям туда? Да. Прямо сейчас? Прямо сейчас уже можно, нет. Маэстро часто шутит просто, а потом плохо. Да-да, сюда. Давайте, Лена, занимайтесь соком. Можно сказать, что-то надо делать. Мыть стол я не хочу, поэтому буду заниматься соком. Я вот есть еще половина капель. Я вот тут уже чувствую вкус картошки, риса и гороха. Какие странные вкусовые ощущения наш мастер испытывает сейчас. Вот, сок это у нас фишечка будет такая. В каждом блюде, ребята, надо найти какую-то фишечку. Найти или придумать. И если вы в эту фишечку поверите, то она для вас будет являться существенной. Хватит вот такое количество сока для этого количества? Я бы еще дал. Еще бы дал? Я еще хочу столько же, да. Еще столько же? Да, я еще хочу столько же. Запачкаем стол, чтобы было потом что убирать. Есть какая-то забавная история, связанная с этим супом? Нет, никаких забавных историй нет. То есть никто... Все обычные тривиалии. Никто не удивляется, что в супе гороховым. Да, никто не опозорился после употребления этого супа в обществе, в каком-то хорошем. Так. Если нет апельсина, апельсиновый сок это обязательно условие или можно что-нибудь? Нет, можно и без апельсинового сока. Но я повторю, что фишечка является апельсиновый сок в этом блюде. Еще я сюда положу немножко, знаете чего? Это от меня бонус. Чуть-чуть сухого порея. Сухого порея чуть-чуть положу. Чуть-чуть сухой петрушечки я положу. Пусть они пока поварятся, поскольку сухую зелень, кстати, надо класть чуть-чуть заранее. Ну, не в конце. Это все-таки вроде как специя, но тем не менее, чтобы она немножко поварилась. А мы кладем сухую, потому что у нас свежего нет, может быть? Можно было положить свежую. Но я всегда имею на кухне под рукой серию сушеной зелени. Петрушка, луковый порошок, чесночный порошок, может быть, даже сухой укроп. Это всегда помогает вам. И порой мне кажется, что в какой-то еде сухая зелень работает лучше, чем свежая. Вот это как раз тот самый случай? Скорее, да. Знаете, я вырос как специалист под... Извините за такое грубое слово. Под иностранными специалистами. Меня много учили иностранные шеф-повара. Я, так сказать, под ними работал. И когда один мой хороший парень, я его люблю, до сих пор англичанин, когда он бывало, ну, хотел, так сказать, продемонстрировать мне, что он контролирует всю ситуацию, что он, так сказать, все у него, значит, на виду, он все-все оценивает, все видит, он говорил мне так в шутку, он говорил мне так, так он приходил, говорил мне, Remember, I'm watching you. Это значит, помни, я слежу за тобой, то есть я наблюдаю за тобой. Поэтому я за вами тоже, я на самом деле, ребята, вас вижу и чувствую, что вы не все поняли сегодня еще. Выньки, палец изо рта. Да-да-да. А вы не знаете сейчас одно и то же движение, сколько людей сделала. А я успеваю еще следить все-таки за супом. И за Леной следить успеваю. Да, я без отрыва от производства слежу за мастером непосредственно. Значит так. Я за супом слежу. Значит так. Вот такой смешной получается. Значит так. Еще, Лена. Угу. Не смотрите на меня. Насят. Вернусь. Что там делает интересно? Ест, наверное, что-нибудь. Лена, понюхайте мои пальцы. Вот сейчас. Вот эти вот три. А? Угу. Что это? Хлеб бородинский. Тмин. Да? Очень ароматный тмин. Я сейчас, знаете, что сделаю? Сейчас вот так между пальцами потер немножко тмина. И чтобы подвинуться в тлении, какой ароматный у нас сегодня тмин здесь на кухне. Правда ароматный? А он не всегда ароматный бывает? Он не всегда ароматный. Бывает, что он пересушен. Старый тмин. И от него вообще ничем не пахнет. Поэтому. Это кстати. Вот это кстати. То, что я сейчас сделал. Вот так между пальцами потер. Это, кстати, хороший способ оценивать специи при покупке. Ну, на рынке. Потому что на рынке есть возможность попробовать специи. В магазине, ну, часто нету. Ну, хотя бы на рынке. И вот берешь. Неважно. Смотрите там. Ну, что тут у меня есть? Сушеная петрушка. У меня есть, вот скажем, зеленый перец, например. Да? Тоже берешь зеленую перчинку. Так между пальцами вот. Видите? Я ее растер. Ага. Понюхайте. О! Пахнет. Вот хорошо пахнет. А бывает специя пересушена. Ничем пахнет. Это хороший способ проверить. Вот, например, один мой товарищ рассказывал мне, как его тоже товарищ пробует, знаете что? Зиру. Зира – это вот очень похожие зернышки на тмин, только такая пловная специя. И дело было на знаменитом продовольственном рынке в Ташкенте. Алайский базарь, так называемый. А этот парень, значит, что? Вот продавцы сидят, а у них вот эта зира, потому что зира там, ну, это специя номер один в Средней Азии. И вот он идет, там, значит, вот эти два пальца берет, большой указательный, потер и уходит. Потом он берет вот этот палец, вот этот палец, он все пальцы на обеих руках, он 10 продавцов проверяет. А потом так берет, и потом он берет, и вот эти пальцы нюхает, от которого пальца лучше всего пахнет. Он возвращается, он уже знает последовательность, он возвращается к тому, вот где он, соответствующему вот этому пальцу, вот этому, например, пальцу, и, значит, покупают у него в зиру. Самый вкусный палец продемонстрировал нам интеллигентный мастер. А другим продавцам он показывает тоже этот палец в качестве того, что он... Вот это я взял, да, вот этот я купил, да, вот у этого. Значит, вот так проверяются специи. Нужно иметь хорошую память, как минимум, для того, чтобы это запоминать. Да, ну, маршрут как-то определяется уже. Мы с Леной убедились в том, что тмин очень хорошо пахнет, он сильный, поэтому надо быть очень аккуратным в том, чтобы сейчас добавить его в суп. Тмин и горох, ребята, это хорошее сочетание, это очень хорошее сочетание. Я, например, грешным делом люблю делать еще гороховое пюре. Ну, это... Из этого гороха? Нет, из обычного гороха, в котором мы привыкли. Из зеленого или из желтого, лущеного гороха. И вот я люблю немножко положить тмина. А еще я люблю делать гороховый кисель. Очень вкусная и здоровая штука, такая очень русская, когда получается гороховое пюре, которое потом застывает, как кисель. А потом его немножко с растительным маслицем едят. Я люблю положить немножко тмина тоже. Я сегодня буду аккуратен с тмином, потому что он очень сильный у нас, очень хороший тмин. В гороховый суп тмина кладем немного. А если переборщить, что будет? Ну, Лена, ну будет очень пахнуть тмином просто. Горько не будет. Надо слишком уж много положить тмина, чтобы было горько. Горько не будет, но будет... Вы будете есть тминный суп, а не гороховый суп. Вот мы уже немножко, видите, густеем, потому что рис разваривается, немножко горох уже увеличивается в объеме. Ну, давайте я сейчас попробую горох, я вам сейчас расскажу. Нет, Лена, мне не поверят, поверят вам. Смотрите, вот мы варим его на глазах у всех. Не знаю, 10 минут, 15 минут варим. Мне не поверят. У меня лицо какое-то такое лживое. А у меня, честно, я видела. Попробуйте в горох, какой он уже стал. Абсолютно готов. Правда, он мягкий. Его не нужно варить. Правда, он мягкий. Он сладенький такой. Но он остается целым. У него такая есть незаметная оболочка, она не ощущается во рту. Он остается целым. Я понимаю, что многие люди любят гороховый суп, наш традиционный, чтобы горох там обязательно разварился. А есть люди, которые хотят видеть горох целым. Так вот, с нашим горохом это сделать крайне тяжело. А с турецким, вот смотрите, пожалуйста, горох Лена тоже подтвердила, что он мягкий, но он абсолютно целый. И такие хвостики приятные из него торчат. Те проростки, которые вот получились. Щекастый, хвостатый, веселый, сладенький горох. Ну что, Лена, сейчас наступает время чем? Потому что сейчас наступает время добавления апельсинного сока. Давайте как вы любите, там, обогащение, витамином С, там, нет? Нет, мы сейчас скажем, не знаю, как там. Крэкспэкфэкс что-нибудь такое. Давай. И все? С мякотью вместе? Да, с мякотью вместе. То есть вот, ой-ой, что творю, что нет, собственными руками, а? Апельсиновый сок в суп гороховый. Желтенький немножко стал, видите, пожелтел, как будто на курином бульоне сделал, кстати. Не стыгался. Да. Обогащение, обогащение. А знаете, пахнет так занятным, я вам хочу сказать, весьма. Вот, вот, если попробовать его сейчас, никогда не скажешь, что там есть апельсиновый сок. Вот никто не скажет, никогда. Один человек из ста скажет, что здесь апельсиновый сок. Это будет человек, который смотрел программу, знает, собственно, что к чему. Но возникла такая, сейчас такой эффект, знаете, возник? В комбинации вот немножко с луком, эффект мяты такой, вот, свежести. Гороховый суп у нас ассоциируется всегда с таким, каким-то таким обильным, такой обильной хряпой такая, хавка такая, жратва такая, большая миска. Здесь такая, грубо все. А тут какая-то такая интеллигентность. Не из-за того, что я здесь на кухне, а из-за того, что вот как-то так вот получается, как-то так вот легко. Проверим сейчас. Вы рассказываете-то хорошо, я бы хочу сказать. Ой, ну пахнет интересно весьма. Правда не скажешь, что апельсиновый сок уже? Нет, по западу не скажешь. Ну возникает, вот, я не знаю, ну, у меня не хватает слов, чтобы сказать, что возникает. Нет, ну я просто знаю, что здесь апельсиновый сок. А я знаю, но уже не чувствую его. А мне просто хорошо. Ну вот какая-то нотка есть, и все. Чуть-чуть соли хотя бы. Хорошо, ведь действительно, а. Это психологический суп. Он вроде бы обильный, но вот эта нотка дает ощущение легкости. И вы поймите, что, если вы поверите в то, что, допустим, ваш жбан с гречневой кашей и с салом топленым в этой каше, если вы поверите в то, что это легкая еда, вредно вам не будет. Это как плацебо действует, понимаете? Так что мы с вами сегодня, вообще мы здесь на кухне занимаемся такой едой, немножко такой подсознательного уровня, потому что мы как раз хотим вас убедить в том, что не бойтесь небольшого количества картошки в супе. Да, это углеводы, но не надо бояться. Если мы сделаем суп легким, даже там есть картошка, вам не нанесет это вреда. То есть вот где мы находимся. Мы такие вот нормальные здесь ребята, в общем, на этой кухне. Ну и девчата тоже где-то там. Я говорил ребята, имея в виду нас обоих. Ну я так на всякий случай. Вы посмотрите на него, а? Ничего лишнего. Лаконичный, вегетарианский супчик. Красивый, да, там, петрушечка такая. После которого через 15 минут уже захочется снова есть. СМЕХ И так, и так бесконечно. Да, здоровая еда. Вот видите, больше ничего и не надо. А зелень здесь красиво, кстати, плавает, вот та из сухой петрушки. И лучок, она восстановилась уже. Я считаю, что... Все случилось. Ну что ж, Лена, а теперь вы должны все уложить. То, что мы с вами проделали вот за минут 20 с чем-то, уложить буквально в несколько предложений. Ну что я вам хочу сказать. Суп из пророщенного гороха с апельсиновым соком, это действительно страшно. Страшно вкусно, как выяснилось. А по окончанию варки этого супа. Все очень здорово и замечательно. Он получается красивым, получается легкий. Но в то же время в нем есть горох, в нем есть картошка, в нем есть рис. Апельсиновый сок в самую последнюю очередь добавляем. Ну вот, теперь с чувством исполненного долга можно посмотреть поближе в глаза нашим зрителям и сказать, что наша программа, безусловно, созидательная. Но ее созидательность заключается порой в таком парадоксе, что созидательность строится на разрушении. На разрушении стереотипов. Тех стереотипов, которые у нас сформировались в отношении еды. Мы и дальше будем так поступать порой. Ну а вам, друзья, я желаю вечного аппетита и новых кулинарных впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова